Всем привет, друзья! С вами снова я, Белокопатель. И сегодня у нас очередная новость. Это турки выпустили новый металлоискатель. И в то время, когда все, очевидно, ждут появления Нокта Макросимплекса, который, к сожалению, по каким-то непонятным причинам до конца ещё не доделан и не презентован окончательно публике. То есть не вышел он ещё в серию. Но вот неожиданно Нокта выпускает новый металлоискатель. Это Нокта ТМД-101. Собственно, немного сразу о названии. Хочется поугарать. Мы в группе поразговаривали. Возможно, это как бы турецкий металл-детектор. Ну, в принципе, сокращение вполне возможное. Turkish Metal Detecting. А вот 1.0.1 у меня навевает только ностальгические воспоминания по Терминатору, по Шварценеггеру, который был как раз-таки моделью Т-800, именно под номером модель 1.0.1. То есть серия Т-800, модель 1.0.1. Это вот терминатор. Возможно, ТМД это также терминатор металл-детектинг. Собственно, металлоискатель выполнен полностью, практически в повторении металлоискателя Нокта Анфибия серии. Абсолютно такая же штанга, такая же базовая катушка идет в комплекте. Те же самые подходят все аксессуары, например, как дополнительный батарейный бокс, наушники беспроводные идут. Все то же самое. Даже экран, собственно, претерпел изменения только дисплей и функционал кнопок. А остальное все, корпус подходит идентично, выглядит идентично. Нокта Крузер. Собственно, к металлоискателю подходят сразу все катушки, серии, которые подходят Крузер серии и Конфибия серии. В принципе, металлоискатель позиционируется как для технических каких-то спецслужб и именно направлен на рабочий сектор. Он даже находится в разделе Нокта на официальном сайте у них, в разделе, так скажем, где досмотровые и прочие металлоискатели. То есть, он не позиционируется как металлоискатель для поиска монет, реликвий и всего прочего. Сейчас я вот зашел на сайт, более точно вам скажу. То есть, Security Detectors раздел идет. Тут у них идут ультрасканеры и вот сюда же они занесли TMD модель 101. Что еще можно сказать? Он у нас подводный. Собственно, все помимо вида от Нокта Анфибия серии перенял он и все основные характеристики. Ну, такие базовые, как защищенность от воды. Причем на картинке у Нокты, на презентованной странице презентации этого с металлодетектором изображена две фотографии. Вы их сейчас увидите. Это первая, где девушка, ну, помимо, естественно, самого металлоискателя, первая, где девушка собирает якобы улики, намекая на то, что этот металлоискатель впоследствии, возможно, будет использоваться спецслужбами. Я не знаю, кто работает в органах. Скажите, вы вообще применяете в своей практике металлоискатель? Ну, позиционируется вот, в общем, вот так вот. Плюс, вторая картинка, это где строитель что-то пытается возле трубы с блоком что-то отыскать, там, возможно, коммуникации. Нет, понятно, что люки, как уже вот юмористическая картинка, которую вы увидите, где чувак там задом наперед пытается люки с колодцем, это нашумевшая история. В ролике, по-моему, называется «Идиот с металлоискателем». Кому интересно, наберите, посмотрите. Пытается задом наперед, собрав мини-лаб Экстера, отыскать люки под асфальтом. Да, для этого, конечно, металлоискатель нужен. И они позиционируют его, видимо, в этом ключе. Но здесь идут также беспроводные наушники. Я не знаю, удобны они или нет в этом случае для рабочих. Вообще, с техникой безопасности нужно ли защищать такими полноценными наушниками. Ну, ладно, это не факт. Хотелось немножко поугарать по той функции, которая есть в этом металлоискателе, так скажем, для рабочих, для строителей. Здесь есть функция защиты от воды. Также полный IP68 с погружением на 5 футов. Ну, просто ради юмора хотелось угарнуть, типа, как помните в анекдоте, а то так и будешь ключи подавать. То есть, куда они нырять собираются с этим металлоискателем, в какие нечистоты и что там выискивать, даже страшно представить. Но металлоискатель в этом случае выживет. Здесь представлено два режима. Динамический. Он, видимо, реализован как также по принципу нокто-анфибия серии. Это вот то, что у нас в английском варианте именуется кэш, а в русском переводе именуется как клад. Это статический режим, когда дискриминация отключена, и вы просто именно по звуку находите абсолютно всё без дискриминации металла. Цели. Я недавно пробовал этот режим, думал, что он глубже, он позиционируется как более глубокий, но, к сожалению, пока не впечатлён. Не впечатлён. Буду ещё выходить на интересные места, где именно площадки локализованы чётко, и можно выцепить, попробовать что-то с глубины без использования шурфа, технологии шурфа. Соответственно, попытаюсь что-то выцепить, и, соответственно, смогу дать заключение. Пока вот то, что я пробовал, не впечатлило. Но не знаю, может быть, просто там ничего глубже не оказалось. Здесь же вот именно такой же режим и режим, когда два тона используется. То есть, как вы видите на экране, сейчас я вам немножко пробегусь по экрану, давайте, по экрану и по дисплею, то есть, и по основным функциям. Сейчас мы рассмотрим. Соответственно, у нас здесь кнопка включения, кнопки под номером 5, это регулировка громкости идёт. Далее у нас режим чувствительности 8 позиций. Это слева кнопки плюс-минус и, соответственно, дисплей. В центре дисплея у нас в треугольном значке знак катушки. Это у нас, получается, выдавать ошибку подключена, не подключена катушка. Вот, возможно, перегруз. Это тоже будет где-то здесь позиционироваться. И, как вы видите, что-то, ну, скала, подобная спидометру, которая будет отвечать за дискриминацию. Если режим отключен статичный, то там будет просто, я так понимаю, тоже заполняться влево-вправо по мере приближения к цели. То есть, увеличение интенсивности заполнения вот этих шкал. Соответственно, в режиме двух тонов всё, что пойдёт у нас налево, это будет железный металл. Всё, что пойдёт направо по шкале, это будет цветной металл. Цветного металла один тон. Удобно это или нет? Вот, камрады написали, что, в принципе, ходят на двух тонах. Я не знаю, друзья, я хочу провести небольшой опрос. Достаточно ли вам было бы двух тонов? Мне кажется, что невозможно применять это в поиске, но очень тяжело. на слух получается, да, грубо говоря, это разделение копай-не копай. Здесь уже нам ничего не поможет. Никакой шкалы VDI нету, только звук. Грубо говоря, можно было дисплей убрать, у нас было бы два звука. Чёрный металл и цветной. И цветной вы не можете ни по оттенку, ни по интенсивности, вы никак ничего не сможете определить. Просто копай-не копай. Два сигнала, да, и, соответственно, ну, какой-то процент сигналов мы всё равно отсеиваем. Чем лучше металлоискатель, тем, да, нам, возможно, мы ошибаемся, но мы решаем, что вот этот сигнал не копать, а этот копать. Здесь же у нас не будет никакой возможности, придётся всё копать. Поэтому из этого я делаю вывод, что это, ну, он и не позиционируется как монетник. То есть, нам рассчитывать, рассматривать его можно только вкупе того, что вот, ну, Нокта, да, фирма, вот выпустила подобное, просто оно визуально очень похоже на металлоискатель «Анфибия» серии. Собственно, как бы мы не можем, я считаю, что надо рассказать про него. Опять же, в группе были вопросы. Потом, цена у этого металлоискателя это 699, ну, грубо говоря, там, 700 баксов. То есть, очень прилично. Это практически цена альтернативы «Анфибия» серии. Причём, «Анфибию» ещё и демпингнули для России. Здесь же с демпингом ничего не понятно. Также, друзья, камрадам я отвечал на вопрос, типа, с «Анфибией» серии, ладно, понятно, они завоевывали рынок и сделали цену для России чуть подешевле. «Анфибия». Здесь же, собственно, после этого уже выпущено у них «Нокта Макро Пульс Дайв». Это подводный металлоискатель, который, кстати, я, наверное, в ближайшее время хотел бы себе приобрести, буду рассматривать. Очень интересный. Мне, не знаю, как вам, но так под задачей поплавать на мелководье, поискать на море, съездить. На мой взгляд, интересные вещи. Возможно, если возьму, естественно, я вам покажу и расскажу о нем подробнее. А этот металлоискатель, ну, да, и вернемся к цене, собственно, я немножко сбился. И вот «Нокта Макро Пульс Дайв», он вам в Европе и во всем мире он стоит 189, по-моему, долларов, что в переводе там 12 тысяч с копейками. У нас он стоит 12 900, соответственно, демпингом уже здесь и не пахнет. А и, соответственно, 700 долларов это будет приличная сумма. Это будет гораздо дороже. Это будет гораздо дороже «Нокта Амфибия». Поэтому взять кому-то такой металлоискатель для поиска монет не вижу вообще ни смысла, ни какой-то логической обоснованности. Далее. Комплект стандартный, как у «Нокта Амфибия». Серии идут наушники, визуально они немножко другие. идёт абсолютно такая же штанга, всё то же самое, корпус, катушка, 11-я ДД, зарядка, те же самые провода, переходники, инструкции. Здесь ничего нового. Что ещё? Что ещё можно рассказать? Собственно, не знаю, подойдёт ли он для поиска по войне, возможно, он будет справляться с этими задачами, потому что там ребятам нужно как бы в принципе разделение, я так понимаю, не так важно. там важна цепкость, но опять же, это друзья-комрады, если смогут, меня поправят. Но за эти деньги, опять же, не знаю, такое, мне кажется, будет приобретение. конечно, не хотелось бы придумывать какие-то там схемы и вдаваться в политоту, но для коммунальщиков, как по картинкам можно позиционировать, для коммунальных служб, для каких-то ещё структур именно рабочих, но приобретение тоже такого недешёвого металлоискателя, возможно, оно будет оправдано, так как там бюджетные деньги и, собственно, как мы знаем, в нашей стране их особо никто не считает, поэтому, возможно, он ему подойдёт. Но для меня немного удивительно выход именно вот этого металлоискателя, собственно, по-моему, никто не ждал, никто не ждал, что Нокто выкатит такую новинку. Но, скорее всего, в разработке, как вы видите, там 95% использовано предыдущих материалов и, собственно, разработка этого прибора, чисто занять нишу, чисто занять нишу, потратив минимальные средства на его именно разработку. Взяли всё от Амфибия, немножечко изменили операционную часть, немножко добавили другой интерфейс, и вот вам, пожалуйста, уже как бы новая модель. Не знаю, почему-то мне кажется, что это склёпано на коленке, просто тоже, ну, название такое, TMD-101, это как бы возвращение, мне кажется, куда-то в прошлое, когда, да, цифровая индикация моделей была важна, а сейчас всё-таки стараются там компании сделать звучные названия. Но, опять же, это позиционируется для работников, не для копателей, тут никто сильно заморачиваться не стал. В общем, вот такая вот моделечка вышла, друзья. Я, как всё-таки люблю обозревать всевозможные новинки металлодетекторных приборов, всё, что выходит, постараюсь вас извещать, поэтому можете по ссылке перейти, там будут более подробные новости по этой технической характеристике. Ну, а на сегодня это всё, до новых встреч на канале и продолжим наше обсуждение в нашей группе, которая посвящена металлоискателям Нокта Макроамфибия. Переходите по ссылке в описании. Всем удачи, хороших находок, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok